Какая вчера обстановка была? Офигенная! Все было хорошо, было все замечательно. В очередной раз украинские войска обосрались достойно, благодаря вот таким вот командирам взводов, командирам отделений. Командирам взводов, командирам отделений, которые мужичьи нашими людьми. Как всегда, мы использовали такую схему в Иловайске, когда мы смешивали наши батальоны. Такую схему мы используем везде, потому что ребята уже знают друг друга, по Иловайску и дружились. Мы как одно целое теперь, в данный момент, на боевых позициях. И вчера была атака, 5 единиц бронетей, тяжелой техники на танке, 3 единицы БМП. Они вылетели со стороны песок на большой скорости, около 70-80 км в час. Вылетели туда и открыли хаотичный огонь. По всему подряд, куда могли только лупить. Упасили уже и усилиями ребят, которые находились на передовой, встречались в танке. Две единицы были подбиты. Одна единица повреждена, но дымом мяча ушла. Оставшиеся единицы техники расстреляли БК. И на такой же максимальной скорости они ушли. После этого утром мы получили точную информацию от нашей разведки, что с позиции дезертировало около 20 человек украинских силовиков. А куда стреляли эти танки? Куда-нибудь. Они вылетели, я вам реально говорю, они вылетели к новой вышке и открыли хаотичный огонь. По всем подряд, по зеленке, по джилмассивам, по терминалам, по метро, по позициям, где занимается Серж. По своим позициям, там где у них секреты стоят. Да, и по секретам своим же они били так же. Но остальное Серж может рассказать. И это я вам добавлю, что утром в позиции украинских войск дезертировало 20 человек. Бросили свои вещи, мешки и все остальное. Это стопроцентная информация. Они ушли с оружием и с документами. Куда они исчезли, я не знаю. А об остальной, что происходило по танковой атаке, вблизи был Серж со своим взводом. Еще есть командиры взводов, но они находятся на позициях. Вот он вам и расскажет. Вот так вот, вот так вот. Или нянь. По каким позициям били танки? Они в основном били не только по нашим позициям, они просто лупили куда подряд, куда вне глаза, куда пушка смотрела, успевала заряжаться, куда и лупили. В принципе, они лупили по своим секретам, по позициям. Лупили так, что возле себя танки лупили. То есть они даже ствол не успевали поднять, просто нажимали на спусковой крючок. Все. Они именно на лупали. Я просто сам танкист, я вам рассказываю. Если гидравлика на пушке повреждена, после каждого выстрела нужно выводить в наводчику ствол башни, по положению которого ему нужно. И почему, вот я же говорю, что они били даже по своим танкам. Потому что пушка падала и била. Куда попало. То есть они были повреждены. То есть пускай так дальше действуют. Лупите своих. А мы будем лупить вас. На кого? Милости просим, приходите сюда в гости к нам. Отсюда уже техника не уйдет. Давайте в гости к нам. Разлупим всех. Продолжение следует.